Шесть политзеков пропали из российских колоний. Россиян заманивают на фронт ростом выплат. Дроны на Северном Кавказе. Всем привет, это новости воздух на Ходорковский лайф и я Марина Муратова. Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы начинаем. Уже шесть известных заключенных по политическим делам увезены из мест заключения в неизвестном направлении. Сегодня стало известно о пропаже из колонии 19-летнего гражданина Германии Кевина Лика, обвиненного в госизмене. Также сегодня из колонии в неизвестном направлении убыл политик Илья Яшин. Накануне стало известно о пропаже правозащитника Олега Орлова, экс-руководительниц штабов Навального в Уфе и Томске Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, а также художницы Саши Скочеленко. Ее родителям сказали, что девушку везут в Москву. Многие юристы и политологи считают, что такое массовое исчезновение политзеков может свидетельствовать о подготовке обмена. Один из возможных участников обмена с другой стороны – путинский киллер Вадим Красиков, отбывающий срок за убийство в Германии. Информационная служба канала «Ходорковский лайф» дозвонилась до его адвоката. Тот отказался комментировать, находится ли Красиков в колонии. Вода и некоторые продукты питания начали исчезать с полок магазинов «Пятерочка» в Ярославской, Ивановской и Костромской областях, где эта торговая сеть занимает до 50% рынка. По данным телеграм-канала МЭШ, проблемы с поставками хлеба, круп, муки, специй и бутилированной воды возникли еще на прошлой неделе. Сначала эти товары перестали продаваться в некоторых магазинах «Пятерочка» в Ярославле, а потом эпидемия голых полок распространилась на Рыбинск, Ковров и отдельные города Ивановской и Костромской областей. По данным МЭШ, причиной стал сбой в работе распределительных центров компании «Х5 Групп», откуда товары поступают в магазины. После антимигрантских рейдов, в результате которых часть сотрудников депортировали из России, центрам не хватает около тысячи рабочих. Единовременная выплата для подписавших контракт с Минобороны в Петербурге увеличилась с 1 300 000 до 1 800 000 рублей. Сегодня подобные новости приходят еще и со Ставрополя, где выплаты подняли сразу в 7 раз – из Чукотки. На прошлой неделе выплаты также выросли в Москве и Московской области почти до 2 и до 1,7 миллионов рублей соответственно. Рост может свидетельствовать о том, что на войну готовы отправиться все меньше россиян. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабах разрушений жилья в регионе в результате украинских воздушных атак, начавшихся после того, как российские войска вторглись на территорию Украины в феврале 2022 года и усилившихся с конца прошлого года. Он заявил о 30 тысячах пострадавших домов. Приграничные территории Белгородской области подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны с начала российского вторжения в Украину. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС. А с 23 июля ограничен доступ в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, больше всего подвергающихся обстрелам. Что-то попахнуло, взорвалось нормально, прям капитально, загорелось, дым идет. А сегодня беспилотники попытались атаковать военный аэродром Моздок в Северной Осетии. В небе видны следы отпуска ракет ПВО. Предварительно разрушений жертв нет. В полдень в разных районах Ростова-на-Дону и области был слышен громкий взрыв. Первым о грохоте сообщило издание 161.ру. В правительстве региона рассказали, что ПВО в Ростовской области не работало. Подписчики телеграм-каналов делились многочисленными свидетельствами о том, что в домах дрожали окна и стены, тряслись предметы, сработали сигнализации машин. Звук сравнивали с шумом самолета или ракеты, но подтверждения этому не было. На Военведе, так называется район города, был жуткий грохот. Машины засигналили и балкон чуть не упал, написал один из подписчиков 161.ру. В итоге на складах Военведе вспыхнул пожар. Местное МЧС отчиталось о том, что он уже потушен. Руслану Зинину, который стрелял в военкома Остилимска, увеличили срок до 20 лет. К такому решению пришел апелляционный военный суд, рассмотрев жалобу прокуратуры на приговор суда низшей инстанции 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание «Сибирь. Реалий». Адвокат Зинина Ольга Чернова рассказала людям Байкала, что из 20 лет, согласно решению суда, первые 8 Зинин должен провести в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима. Защита также подавала апелляционную жалобу на решение первой инстанции. По словам адвоката, ее подзащитный полностью признает свою вину по статьям о незаконном хранении и изготовлении, провозе и ношении оружия и взрывчатых веществ, но оспаривает наказание по статье о совершении теракта. Россиянам и белорусам упростили въезд в Венгрию и получение ВНЖ. Граждан двух стран включили в программу национальной карты. Она позволяет прибывшим в страну людям работать и перевести свою семью. Выдается на два года, однако продлевать можно неограниченное количество раз. Находясь в Венгрии три года, обладатель этой карты имеет право на получение постоянного вида нажительства. Также карта позволяет без ограничений передвигаться по Европе. В Европарламенте уже отреагировали на нововведения и призвали лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии, так как упрощенные условия въезда могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности. Госдума приняла поправки о деанонимизации пользователей соцсетей и владельцев каналов, на которые подписано больше 10 тысяч человек. Они обязывают владельцев публичных каналов МЭНС в мессенджерах, включая Телеграм и Ютуб, с аудиторией больше 10 тысяч сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Если же автор или блогер с 1 ноября этого года не подаст о себе информацию в РКН, то ему будет нельзя размещать и распространять у себя рекламу, получать финансовую поддержку, собирать донаты, призывать об этом на канале, а их материалы нельзя будет репостить. Поправки приняли ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт. Их внес глава Комитета по информополитике Хинштейн. Сегодня этот закон Дума приняла в третьем и окончательном чтении, ограничив число сим-карт на одного человека. Не более 10 для иностранцев, не более 20 для россиян. Продолжение следует...